Микс Ньюз. Всегда ли прав гость? Как оставлять чаевые? Как правильно прожарить мясо и выбрать вино? Горячая премьера сезона на Радио Болтком Открытая кухня. Авторская программа ресторанного гуру Валерии Ивановой. Открытый разговор с экспертами, розыгрыш призов и даже дегустации в прямом эфире. Каждый понедельник в 17.00 на Радио Болтком. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа Открытая кухня. Я Валерия Иванова. И сегодня мы начинаем неделю с темы конфликтной ситуации с гостями. Мы, когда ходим в рестораны, часто потом обсуждаем, что было не то блюдо или плохое обслуживание, но очень редко мы слышим другую сторону конфликта. Как всегда говорят, в ссоре не может быть виноват один человек. И именно в связи с этим я пригласила сегодня в студию двоих прекрасных представителей профессий, которые уже более 10 лет работают и радуют своих гостей. Сергей Михайловенко и Вячеслав Крегерс. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, сегодня я, наверное, начну эфир с главного вопроса. Всегда ли прав гость? Как вы считаете, кто первым ответит? Ну, я могу начать этот разговор. Да, есть такая у нас история, почему мы называем гостей, потому что клиент всегда прав, а гости бывают ошибаются. И мы бываем ошибаемся, поэтому все мы можем сделать свои ошибки. Ну так, прав или нет? Со своей стороны я пытаюсь всегда признавать то, что всегда прав, но как будет разрешаться ситуация, там уже могут быть разные варианты. Ну, я в последнее время стала считать, что не всегда прав. То есть есть действительно те ситуации, которые мы сегодня обязательно разберем, но когда это полное уже неуважение к обслуживающему персоналу, да, когда человек уже себя действительно позорит своим поведением, своими высказываниями, или даже жестикуляцией иногда, да, мешая не только официанту, но и другим гостям. Поэтому, ну, в таких ситуациях я считаю, что точно не прав. Здесь просто от опыта, от уровня компетенции, уровня профессионализма зависит уже, как сам ресторан и его команда с этим разберется. Вот, но про решение о конфликтных ситуациях мы тоже сегодня обязательно поговорим. А я хотела бы напомнить нашим радиослушателям, что вы смело можете задавать вопросы, рассказывать свой опыт каких-то хороших или, наоборот, не очень ситуаций в ресторане. Напоминаю, телефоны для связи с нами это 6721-2939, 6721-3939. Мы с радостью ответим на ваши вопросы, ну и, конечно, подискутируем, что в прошлый раз мы обсуждали чаевые, и телефон у нас разрывался, так что милости просим, мы здесь именно ради этого, чтобы вести диалог. Следующий вопрос, который будет нас приближать уже к теме именно конфликтов. Как вы считаете, вот из-за чего самые частые конфликты, вот на чем они базируются? То есть как-то вы уже их можете так идентифицировать, классифицировать или как-то вот понять, вот откуда ноги растут? С моей стороны, я замечаю больше всего конфликтов, когда не оправданы ожидания клиента, потому что идет реклама, которая рекламирует, допустим, ресторан, идут слухи, которые говорят люди, и когда человек приходит, у него уже есть определенные сожившиеся ожидания насчет этого места. Но они не всегда правдивы, ожидания вообще разрушаются очень часто, и человек получает какое-то несоответствие тому, к чему он готовился, когда он придет. Следственно, растет недовольство, и он пытается получить то, чтобы ему картинка соответствовала в его голове, ассоциация с этим местом. Мне же сказали, здесь так хорошо, а здесь не так хорошо. Что он там себе напридумал, что он себе там услышал со стороны. Это самое частое с моей стороны. Сергей, у вас? Ну, происходит иногда банальное недопонимание. Допустим, у человека есть свои пожелания, которые мы не всегда можем технически выполнить, и он ждет от нас, что мы сделаем максимально, а мы и делаем максимально. Но не всегда мы можем выполнить все то, что в требованиях этого человека. И тогда уже начинается вот тому, что мы начали, слишком большие ожидания, и начинается из этого конфликтная ситуация. Ну, вот на прошлом эфире были девочки, представительницы тоже профессии, Карина и Оксана. Они говорили о том, что иногда приходит человек уже в очень плохом настроении, и вы являетесь вот таким козлом отпущения. Извините, что так говорю, но это правда. Как часто вы таких встречаете? Это происходит... Ну, если вот за неделю. За неделю это почти происходит каждый день. Все зависит от опыта официанта, насколько при первом контакте ты смог уловить эту нотку, что человек может быть конфликтный, что человек сюда пришел не просто поесть, а поднять в себе настроение. Тогда и выстраивай свое поведение так, чтобы человеку угодить, чтобы не давать ему причин для этих ссор, чтобы он был доволен и сервисом, и едой, и если что, можно было ему дать что-то плюсом. Как-то, например, такое переключение небольшое. У кого есть дети, все знают, что иногда с ребенком тяжело справиться, его можно переключить на другое действие. И вот там такой же закон может работать. Вы, Сергей, как часто встречаете подобных властей? Это постоянное явление в нашей профессии, от этого никуда не деться. Но мы поэтому и встречаем всех с улыбкой, не для того, чтобы, потому что там нужно или прописано в нашем договоре с работодателем, а только потому, что уже это тот момент, который может избавить от этих ситуаций. Может быть, человек увидит улыбку, нам он умнется в ответ, и мы уже сможем в правильное русло направить наше общение. Бывают, конечно, некоторые случаи, ситуации, когда мы, к сожалению, никак не можем на это повлиять. Есть другой еще прием, что мы иногда используем. Вот если у тебя не пошло общение с гостем ресторана, мы можем поменяться, попросить своего коллегу взять стол, и это часто очень срабатывает. Допустим, в 70% ситуации просто, может быть, ты не понравился человеку чем-то. Чисто зрительно, да, по каким-то субъективным причинам, не потому, как вы работаете, а вот просто какое-то вот не идет. Да, и просто это переключается внимание, и происходит уже чаще, эта ситуация выходит в правильное русло, и все довольны остаются. Хорошо, у нас, кстати, вот есть мнение, если у нас успеем, да, надеваем тогда наушники. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, Антон, беспокоит. Очень приятно, здравствуйте. Я хотел одно замечание и вопрос. Замечание, может быть, вы могли бы как-то побольше представить своих гостей, а не только имена, фамилии, в какой специальности они, рестораторы или работают менеджерные залы, или официанты как-то, чтобы больше понимать. И второй вопрос, бывают ли такие случаи, что человек приходит и специально конфликтует, чтобы, например, не платить за еду в ресторане. Есть ли такая вообще практика, что если какой-то конфликтный клиент, то в итоге ему не нужно платить. Встречались ли с такими клиентами? Спасибо. Спасибо, Антон, большое. Сейчас ответим. Ну, такой у нас вопрос. Сразу я объясню, почему мы конкретно не представили по должности, потому что люди, которые работают уже более 10 лет в этой сфере, они уже кем только не были, от менеджера до сомелье и так далее. Но я думаю, что если ребята хотят сами себя на данный момент как-то позиционировать, то я, конечно, даю слово. Да, Вячеслав? Ну, я тогда начну. Работал не только в Латвии, также в Лондоне работал, в элитных местах, я являюсь и официантом, и официантским тренером, который обучает официантов, и сервис-менеджером приходилось быть. Выполнять в ресторане за все эти годы приходится на самом деле во всех должностях побыть. Заболел администратор, но есть такой работник, которому доверяют больше всего, ему доверяют там и ключи от сейфа, если что, надо разменку дать, и на кухню встать, заготовки сделать, да, и если надо, то убрать в зале, если что-то разбили, что-то разлили. Поэтому за столько лет тяжело себя определить к чему-то конкретному. Также можно говорить про сферы, в которых работаешь. Это и рестораны, это и гостиницы, это выездные банкеты. Это разные все официанты делают, но когда много опыта, ты можешь сделать все это. И в бар можно встать опять-таки на позицию бармена. А что касается конфликтных клиентов, которые сразу же пытаются выйти на ссору и не платить за блюдо, больше встречаются те, которые хотят скидку. Это уже немножко другая позиция человека. У человека пытается, скорее всего, потешить свое самолюбие, подчеркнуть свою важность. А в принципе, даже когда нету каких-то конкретных претензий, такого, что полностью не платить за блюдо, это крайне редкие случаи. Сергей, как себя вы сможете представить? Ну, я тоже, да, 10 лет в этой сфере работаю. На данный момент я работаю в Старом городе, в одном русском ресторане. Я думаю, что большинство слушателей знает ответ, что за ресторан. Да, я сейчас работаю на позиции официанта, то есть работник зала. Но, как сказал мой коллега, это не ограничивается только работой зала, потому что очень часто у нас происходят разные нештатные ситуации в нашей работе. И мы действительно универсальные работники, которые, если надо будет мыть посуду и просто встречать рассаживающих гостей, все зависит от того, что происходит. Конкретно таких гостей, слава богу, я всего пару раз на таких попадал. Которые хотят не платить? Не платить, да. Да, но чаще это немножко доходит до абсурда, потому что, допустим, приносят официант неправильное блюдо, и гость уже в момент замечает, что это неправильное блюдо, но часто оно съедается, и потом происходит вот эта странная ситуация, как бы блюдо съедено, но человек просит за него не платить, потому что это было не то. И в такие ситуации есть приличные гости, которые приносят сразу, им приносится не то блюдо, и они сразу это замечают, и мы сразу как-то стараемся избавиться от этой ситуации, исправить ее общими силами, то есть всем персоналом. Это можно без очереди на кухне сделать заказ, можно как-то по-другому получить скидку. Но вот есть контингент таких людей, которые думают, что они хитрее всех. Я вообще абсолютно согласна, и я когда ребят тоже обучаю, я им всегда привожу пример. Мне очень понравилась, вот Вячеслав сказал фразу, потешить свое самолюбие, я еще это говорю, почувствовать себя особенными, что они здесь вип подчеркнутые три раза. Да, вип-супергость, которому здесь должны уже красную ковровую просто дорожку ко входу постелить. В начале того, как я только-только вступила в эту профессию, начала работать, я на всю жизнь просто запомнила эту ситуацию. Она была в Москве, у нас было мероприятие, были достаточно такие, если можно описать, состоятельные женщины, очень так ярко одетые, ну в общем, жены соответствующих людей, которые пришли со своими детишками отдохнуть. Делали они мероприятие именно для своих детей, у них там полкласса гуляло, если я не ошибаюсь. Ну вот, и все было не так, все было не то. Каждую минуту ко мне одна из мам, которая была в роли заказчицы, подходила и высказывала вот эту вот претензию, что это не то, то не то. Потом, значит, они с шеф-поваром детки начали готовить пиццу, естественно, на паркете была мука, кто-то из детей подскользнулся, ну как обычный ребенок подскользнулся и упал. Я сама мама, я никогда не делаю из этого какое-то происшествие, да. Тут, значит, женщина это берет на руки ребенка, ребенок кричит, все это как в каком-то драматическом абсолютно фильме, да, когда ребенок извивается на руках, она говорит, что у него чуть ли не кровь, хлещет из головы, значит, сразу же повар или сушеф, там, я уже не помню, бежит с холодной курицей, прикладывает ему там этот лед. Вот, ну, это просто видеть надо было, что вот вы угробили моего ребенка. Естественно, я вижу, что человек, вот то, о чем вы говорите, максимально уже подводит к тому, что нужно сделать скидку. Причем на следующий день или через день она хотела заказывать там же мероприятие, но уже для взрослых. И как бы, понимаете, да, это была все прелюдия к тому, чтобы сделали скидку. Вот, потом, значит, еще там пять каких-то претензий, каких-то ситуаций. Тут уже владелец, один из владельцев подходит к тому месту, где мы с ней общались, он видит, что у меня уже дергается глаз, и я еле себя сдерживаю. Я говорю, это было в начале там, да, моей карьеры. И он просто заходит с декантером, с двумя бокалами вина, говорит, знаете, вот именно это вино для нашего заведения только сегодня привезли. Вы бы видели, просто девушка растаяла, начала там как бы свойственно накручивать волосы на палец, кокетничать, а я, ну, сижу просто рядом там за стойкой, да, и, ну, все это слышу и вижу. Все это в итоге свелось к тому, что, ну, Алекс говорил, что вот вы наш гость, мы вообще вас там вот ждем и завтра, и послезавтра вообще сделаем вам там и скидку, и спешл-офер на то-то-то, подарил им там пять бутылок просека бесплатно, да, все это, значит, оформил. И апогей просто всего этого вечера, то, что потом, уже когда закончился этот ивент, эта женщина подошла к владельцу и сказала, что вот у нее есть сестра, которая как бы может ему предложить продолжение банкета вне стен. Ну, понимаете, о чем-то. Она просто предложила, ну, это вот опять же, да, психология тех женщин, ни в коем случае не хочу там обижать, да, или как-то унижать, но это те, которые вот, ну, как бы из грязи в князи, да, как говорится тоже из деревни уехала, деревня не уехала из девушки. Вот это именно то самое, что отплатить за вот эти все скидки она решила своей сестрой. То есть я на это все смотрела, и потом ко мне владелец наш подошел, он говорит, Лера, ты понимаешь, просто им главное, вот как они одеты, все в этих стразах, в этих брюликах, все везде написаны эти бренды, так и здесь они себя ведут. Поэтому отдельная категория гостей, которым просто, вот даже через силу иногда, вот тогда я это научилась делать, нужно показать, что действительно вы настолько вот здесь нужный и важный гость, что просто вот не передать словами. Почесать самолюбие, как говорится. Их хотят, чтобы чешется, почешите. Да, к сожалению, с этим мы все сталкиваемся. У нас, кстати, вот мнение тоже еще отродилось, слушателей, можем послушать. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, иногда бывают действительно странные люди. Я хочу согласиться с Антоном, чтобы бывает, выясняют. Но у меня был знакомый, который платить не отказывался. Но это было, с ним невозможно было ходить. Мы с ним потом вообще все перестали ходить. То у него бальзам жидкий. Кончалось тем, что он шел в подсобку, при нем открывали бальзам, проверяли. То у него цыпленок табака недожаренный, то пережаренный. Это в каждом ресторане он почему-то придирался. Так вот нормальный человек, но вот как попадал в ресторан, как что-то у него в голове зацикливался. А вот как вы с такими справляетесь? Как у вас терпения на них хватает? Спасибо. Спасибо вам большое за вопрос. Ну, ребята, как вы с таким справляетесь? Как у вас хватает терпения? Поделитесь своими лайфхаками. Ну, я расскажу так. И конкретно, может быть, про таких гостей и про других. На самом деле мы очень часто стараемся все перевести в шутку. И, может быть, в шутку с гостями, и даже какую-то в шутку внутри себя. Потому что это тот способ, как мы можем избавиться от той негативной энергетики. Для кого давно есть секрет, что у нас довольно такой черный юмор в ресторанах. Поэтому, когда я чувствую, что я могу над гостями пошутить, и бывали такие случаи, что вот такого человека можно так красиво, я скажу, подколоть. И он как-то сразу возвращается на место. Все посмеялись, и мы забыли про эту ситуацию. И обычно он уже переключается после этого. Да. Вячеслав? Мне очень важно понимать саму суть, сам мотив человека, который так начинает конфликтовать. Ну, в большинстве случаев получается, что человек как будто бы знает, как надо. И если это недостаточно прожаренное мясо, надо просто послушать его дальше. Этот человек обычно начинает рассказывать, как нужно. И они делятся вот этим опытом. Вы знаете, вот так, вот так. Особенно 20 лет назад это готовилось вот так, а у вас не вот так. С этим нужно согласиться, и очень действенный способ, что этого информации сейчас не останется между нами, а я пойду и передам повару. Это тоже придает важности, что вы для него постарались. И от повара, если получить ответ, потому что может подойти повару и сказать, вот знаешь, мне там клиент такое рассказывает. И совершенно разные есть реакции. Он говорит, ну вот вы знаете, при составлении меню мы отошли от этого. Потому что вот так. И когда возвращаешь обратно этому же человеку информацию от повара или от бармена, конкретно уточненную, да, это не так, как вы знаете это блюдо, но мы сделали вот так, ему становится интересно. Он становится... Делит своим рецептом, своей технологией. Еще, кстати, хорошо работает, когда бармен сам лично подойдет, шеф-повар сам выйдет еще и принесет заодно какой-то комплимент. Сразу практически решается этот конфликт. Как вы думаете, из-за чего гость может чувствовать превосходство, если мы не берем вот тех, которые скидку просят, а просто, которые изначально заходят и относятся к вам вот, я не знаю, как будто вы люди другого сорта. Есть ли у вас какое-то определение, почему человек, может быть, с точки зрения даже психологии, может вот так себя вести? Что он, какие в себе подпитывает в этот момент? Ну, в этот момент идет, конечно, комплекс неполноценности человека. Потом нужно еще понимать, что если уходить немножко в психологию, да, если мы одеваем официанта во все черное, да, черный – это цвет, на который легче всего повесить проекцию клиенту. Поэтому очень часто официанты становятся именно объектом проекции клиента, который, допустим, поругался сейчас, девушка поругалась со своим парнем, и заходишь, и видишь официанта, и у нее просто ассоциация появляется, что это ее парень. И даже если она заказывает блюдо, она уже начинает как-то конфликтовать, разъяснять ситуацию как бы с парнем, но через это психологические такие вещи, называется проекция. Очень часто это видно. При этом мог бы посоветовать подыграть, да, человеку. Он пытается найти какой-то внутренний ответ. Мы проигрываем эти ситуации не просто так, потому что мы не можем найти на них ответы. Помоги клиенту найти в этом ответ. Только не со стороны, что тебя сейчас будут унижать. Да, унизили, да, поговорили, а сейчас я стану твоим другом, и мы попробуем решить эту ситуацию. И человек уходит не только поев, отдохнув, а также обогатившись чем-то. У него появляется план на сегодняшний вечер, как поговорить с парнем, как его не наказать, допустим, дома после этого. То же самое со стороны парней. Интересно очень. Да, есть там много психологии в этой работе. Да, большинство, я бы сказала. Ну, помимо всех других сфер, которые там нужны. Хорошо, Сергей, встречаетесь. Да, я хотел как раз добавить про то, что психология нам всем не чужда, потому что у нас каждый день общение, и очень много общения. Есть такой один маленький момент, что гости в ресторане у нас сидят, мы работаем стоя, и у нас уже есть момент давления. И когда человек начинает так себя вести, мы можем незаметно на него придавить, надавить, немножко так его направить в правильную русскую, которая нам нужна для общения, чтобы оно хорошо закончилось. Ну, вот Москве Рапопорт, всем известный ресторатор, стал практиковать уже несколько лет назад такой стиль обслуживания, когда официант на корточках сидит перед столом. Как бы вы к этому отнеслись? Вот это, ну, просто в Риге я не видела ни одного заведения, где такое делают, пока что. Ну, сейчас многие, наверное, экспериментируют с сервисом, меня просто обучали больше по классике, когда официант может присутствовать только в трех позах у стола. Да, это там, держа ручку-блокнотик, держа руки за спиной, держа руки, сложенные перед собой. В принципе, три стандартные позы, не облокачиваясь на стол, не делая таких. Я не очень уверен в этих экспериментах, да, потому что если это обучается новый человек такому сервису, то, скорее всего, это будет хорошо. Если переучивать старого, то, я думаю, будет… Хорошо, сегодня мы, я только полагаю, узнаем очень много нового. Спасибо вам, ребята, за откровение. Немножко прервемся и вернемся к нашему разговору после рекламы. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы обсуждаем конфликтные ситуации. В моей студии специалисты с 10-летним опытом, ребята, которые уже проработали, мне кажется, на всех должностях в ресторанной сфере. Сергей Михаловенко и Вячеслав Крегерс. Продолжаем, да, нашу дискуссию. Если у нас… А, у нас уже есть звонок, давайте послушаем. Только хотела проанонсировать. Добрый вечер, в эфире. Добрый вечер. Вот, который уже передачу. Слушаю ваше про обслуживание в ресторанах. И для меня вот столько нового. Какие-то комплименты от всех поваров, там, какие-то выходы барменов. Я сколько в рестораны хожу в Риге, счета, поверьте мне, были там, ну, по меньшей мере, от 50 ваттов до нескольких сотен евро. Никогда. Никаких комплиментов, ни спасибо, ни улыбок, никаких выходов. Счета там были, там, ну, очень много сотен. На компанию, там, приезжали ко мне друзья. И в Риге, в старых, в старой Риге, в дорогих этих ресторанах вообще ни мур-мур, ни слова, ни два, ни полтора. Ну, это ни к делу не относится. Значит, по поводу сервиса и видов ресторанов в Риге, по поводу, вот, готовки. Вы сказали, там, пиццу какую-то готовили. Если помните, был Стабу Ракс ресторан на углу Стабу и Чака. Да, помню. Относился к Сити Лидо. Был такой ресторан, и там можно было готовить своему себе еду. То есть тебе давали жаровню такую, мясо сырое, и ты мог, в зависимости от твоих предпочтений, тот же самый стейк. Вот просто я вспомнил, почему там рассказывал у вас гость, потому что начинают обучать повара, как надо жарить мясо. Ты мог прийти сам пожарить так, как ты считаешь нужным. Урок закрылся, и больше этого сервиса в Риге нет. Как вы думаете, почему оказалось, ну, нисколько неудачно или невостребованно, но больше нет таких предложений, такой услуги? Почему ее нет и сейчас на ресторанном Небоскребе? Спасибо большое вам. На самом деле, у нас есть несколько кулинарных студий, если я не ошибаюсь, она находится недалеко от Кронвальда Парка. Просто не так еще это развито у нас в Латвии. На самом деле, этот тренд на кулинарные студии, он уже очень давно, потому что, как тоже я всегда говорю, и гостям, и работникам, что сейчас очень глупо продавать столько напиток и еду. Мы продаем теперь впечатление. У нас, ну, как бы это ни звучало, такое время, что всем стало скучно. Если в ресторане не предусматривается какое-то там дополнительное мероприятие, тематическое, дегустация, какой-то вечер, викторина тоже самое, вот мы только обсуждали, ну, разные какие-то события, стритфуд-фестивали, то тогда просто людям скучно становится. Поэтому очень жаль, что вот этот концепт закрылся, про который нам радиослушатель говорился, что это классное место себя попробовать, чему-то поучиться, и все это еще получить в премиальном качестве, как будто ты в ресторане, но готовишь сам, правда? Да? Мне кажется, что это хороший. И насколько в курсе у нас есть такие места, которые происходят, кулинарные мастер-классы. Больше это происходит, конечно, компанией на день рождения, потому что тогда повар может уделить время именно на компанию, научить чему-то, выбирается специфика, что готовить. И эти форматы, они интересны, но я не хочу никого убедить, все же у нас немножко другой менталитет, и люди, когда платят свои деньги, они ждут от нас сервиса, и ждут от нас, что у них будет все готово, что они просто придут, расслабятся и будут получать удовольствие. Вот это мое мнение. Может быть, потому что реже просто люди у нас, в принципе, ходят куда-то. Из-за своего опыта, буквально два года назад работал в ресторане, там возможность была приготовить говядину вагу на лавокамни, приносят камень, который раскаленный, и, собственно, гость сам регулирует степень прожарки. Такие варианты. Плюс, если у нас есть азиатская кухня, да, в азиатской кухне тоже эти горячие сковородки и прочее, это тоже предусмотрено. Просто зависит от того, куда мы ходим, но и насколько эти долгие места, они держатся, собственно, вот эти вот ивенты такие. Это не закрытый ивент, мастер-класс, это прямо в меню стоит. Тебя приносят на горячем камне мясо. Сам регулирует, насколько его нужно прожарить себе. Такое встречалось вот, как минимум, два года назад, и точно с этим. Да, просто это не так много, да, и у нас был ресторан «Да-да», помните, где сам собирал, это тоже был очень интересный концепт. Вот, кстати, вот спроси, по какому ресторану скучаешь, вот реально скучаю, мне так нравилось, еще и с детства какие-то такие приятные ассоциации. Вот, хорошо, тогда не будем отходить сильно от темы, вернемся к нашим конфликтам. Как вы относитесь, в принципе, вот к пьяным гостям? То есть, особенно, ребята, если вы работаете в тех же там заведениях старого города, то вы наверняка это встречали, ну вот, каждую неделю. Как вы относитесь сами, вот как с мужской стороны, и когда вы видите, что к вашей коллеге, девушке, официантке, проявляется какое-то вот неуважение, или уже даже руки идут в ход? Ну, в любом случае, мы, как всегда, я считаю, за то, что не может быть коллектив ресторана только девочки или только парня, потому что должно быть на разные случаи, все же есть иногда, когда другой пол может решить эту проблему лучше. И вот как раз таки с пьяными гостями, когда ты видишь, что к твоей коллеге какой-то рукоприклаз, вот там, за попу схватить или свистеть, ты подходишь и объясняешь, что так не надо вести, это некрасиво. Также мы периодически на себя берем такое ответственное, что заходит очень пьяный человек, и ты ему говоришь, извините, но вам сегодня или кофе, или воду, больше мы вам ничего не можем предоставить. И начинается сразу, да кто вы такие, да кому решать, мы просто... Да я еще заплачу. Да, 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 как бы мы не хотим, потому что очень часто этот пьяный человек может сделать намного больше ущерба и для ресторана, и для окружающих, потому что они хотят со всеми общаться, они могут, просто будет компания девушек, стол к нему подсесть, и начать себя так же вести не очень правильно, чтобы не хотелось, а как мы все же заботимся, чтобы наши гости себя чувствовали уютно, чтобы им никто не мешал, вот мы эту ситуацию решаем так, или тогда просим покинуть наше заведение. У некоторых есть еще кнопки, когда, ну просто, особенно в горячий сезон и корпоративов, можно вызвать охранника, который, например, курирует по нескольким ресторанам, ну, рядом стоящим, тоже как вариант. Да, Вячеслав? На моем опыте, когда такое происходит, происходит не только с девушками, но и с парнями, допустим, выкидшие... Вам тоже пристают? Да, конечно, это происходит в каждой банкет, когда гуляют большие компании, у которых открытый бар, которые не могут контролировать деньгами, сколько они выпьют, им просто наливают, сколько есть, да, предусмотрено. И тогда уже и женщины начинают приставать к персоналу. Ну, для меня это высшая степень бескультуре, потому что сама позиция, она неверная, потому что в позиции клиент или гость ты находишься в высшей позиции, чем персонал. И человек тебе не может сказать, нагрубить в ответ, ударить в ответ, да, отмахнуться в ответ, он должен стоять и улыбаться. Это получается такая неудобная ситуация, что только бескультурный человек будет этим пользоваться, чтобы познакомиться с девушкой вот в такой ситуации, в которой она тебе должна улыбаться. Да, как будто она в заложниках в этот момент находится. Да, это очень неприятно. Тогда, вот, как сказал Сергей, это схема переключения, можно переключить другого официанта, чтобы его начал обслуживать. Но в моем случае, когда уже видишь на входе, что заходит человек уже выпивший, уже малоадекватный, то, конечно же, первый сигнал администратору или менеджеру ресторана, чтобы он знал, что вот в данный момент у нас есть такой посетитель, да. И самому такие ситуации тяжело разруливать с пьяными клиентами, потому что они не чувствуют вот этих вот рамок, понимают, что человек по статусу сейчас он ниже, его обслуживающие, они будут этим пользоваться, скорее всего. А когда к нему подходит менеджер уже решать эту ситуацию, тогда уже немножко идет по-другому разговор. То есть не надо брать на себя много со стороны клиентов в этом случае, понимать, что все-таки не всесильные, и надо давать уже более властным людям это решать. Ну, в моей ситуации, как девушка, да, тоже с этим сталкивалась не раз. Слава Богу, вот тоже, как Сергей сказал, коллектив был мульти, да, то есть и женский, и мужской. Вот, и я всегда пользовалась помощью бармена, да. Как правило, бармены у нас все-таки крепкие ребята, да, которые, ну, и в любом случае этот человек отвечает за то, сколько тебе сегодня нальют, да, извините. Вот, и это всегда, конечно, спасает. Вот, хорошо, что в команде могут быть такие вот отношения, чтобы подставить свое плечо, защитить это правильно. Вот это культурно как раз и воспитано, да, помогать друг другу при сложной ситуации. Если вот мы говорим уже не про, там, пьяную голову, да, а на трезвую. Вот можете вспомнить самую абсурдную претензию, самую абсурдную жалобу? Это может быть и в вашу сторону, и в сторону всего ресторана или кухни? Вот что-то есть такое, что запомнилось очень сильно? Ну, такое быстрое первое, это как пример, это не из жизни. Допустим, если бы вот ко мне в русский ресторан пришли и начали устроить скандал, почему у меня нет пиццы для детей? Ну, то есть это люди не понимают, что есть направленность меню, специфика ресторана. Да, мы стараемся сделать спецзаказы, выполнить. Это стоит дорогого, потому что это разговор с кухней, это нужно объяснить почему и зачем. И мы стараемся это делать. Но бывают такие часы, когда на кухне бесконечность чеков, полный зал, и еще отрывать их от работы, объясняя, что нужно сделать это, 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 это невозможно. И вот тогда начинаются конфликтные ситуации, да что вы, кто вы, почему вы так? Вот это уже из жизни. Мне кажется, это очень безответственно. Если, вот я всегда говорю, если у тебя есть пищевые особенности, ты там веган, глютен-фри, лактос-фри, если у тебя есть дети, и если ты беременная, ты должна сама позаботиться о том, куда ты идешь. Если у тебя есть дети, которые не едят пельмени в русском ресторане, иди, и вот там через дорогу от вас есть несколько итальянских заведений. Пожалуйста, welcome. Такая же история с другими, двумя категориями, которые я перечислила. Моя, наверное, одна из самых таких конфликтных ситуаций, которая была неординарная, это когда человек пришел в ресторан покушать, в меню ничего не нашел, что ему интересно, и пытался заказать в этот же ресторан, с другого ресторана еду. И просил, собственно, персонал, чтобы они ему накрыли на это, подали. В смысле, прям доставку? Да, доставку прямо из другого ресторана. Это в чем прикол? Я не понимаю. Видимо, этот человек хотел сидеть там, а есть что-то другое, то, что его не устраивает. Например, если человек хочет суши, он пришел в итальянский ресторан, он пытался заказать суши в ресторан. И помимо того, что мы сказали, хорошо, вы заказываете, но он все равно напиток уже тогда заказал, то есть он может там оставаться вполне бесконфликтно, но проблема была в том, что он просил накрыть ему стол как вот под ту культуру, под которую он заказал себе блюдо, скажем так, несоответствие полное. И да, там решались эти вопросы, ну, вот это такая самая нестандартная, наверное. Обалдеть, а такого я еще не слышала. Я сейчас пытаюсь как-то вот упорядочить в голове, что у меня такого было. Может, к концу эфира вспомнишь, какой-то такой сейчас бардак, столько всего сегодня. Ну, переварить нужно, но, блин, заказать к себе в ресторан, из другого ресторана, это, конечно, просто высшая, мне кажется, категория. Мощно, да. Бывали ли у вас случаи, когда, ну, окей, вот там мужчина не плачет и все такое, но я по себе, да, что настолько было обидно, что гость настолько вас задел и перешел на личности, что, ну, в вашем случае, не знаю, хотел стенку побить. Вот, в моем случае выйти, расплакаться и уйти. Бывали ли такие случаи? Случаев, что расплакаться не было, было такое, что после таких смен тяжелых приходишь домой, просто не можешь уснуть. Ложишься на кровати, смотришь в потолок часами и проигрываешь эту ситуацию, потому что справиться с ней это невозможно на месте. Тебе наносят оскорбления, ответить ты не можешь. Получается незаконченное действие в голове, и оно остается крутиться. Да, и, конечно же, важно иметь потом выход этим эмоциям. Вот, допустим, если у нас служат какие-то более новенькие официанты, если произошла такая ситуация, я выхожу из нее таким образом, что следующий стол, следующий клиент, который есть, обслужите их с максимальным позитивом, с максимальной радостью. Вы сами напитаетесь, вы сами переключитесь. Потому что, если вы будете оставаться в этой ситуации, как-то пытаться в ней разобраться уже на следующем столе, вы можете просто перенести, каждый стол будет недовольный, каждый клиент будет конфликтный. Это же, это и есть ваша ответственность в этом. Собственно, да, тяжело, да, даются некоторые вещи, вспоминаются до сих пор, да, что говорили, как унижали. Со временем вырабатывается такое понимание того, что клиент или гость, это он сейчас о ком говорит. В основном, понятно, он конкретно к тебе не имеет никаких претензий. Он в общем относится так к людям. Да. Тогда это уже проблема его, как человека. Важно сохранять себя, свою самость, наверное, в этом. Хороший подход. Спасибо. Класс. Я надеюсь, что те, кто нас слушает, смотрят в фейсбуке, может, молодые ребята, кто только начинают в этой сфере, сегодня много полезного для себя вынесут. Сергей? Ну, честно, есть у нас такая шутка, в это время страдает холодильник на кухне. Что хочет вы ударить железную дверь? Да, мы его бьем, но, как это случается, очень редко. Это просто я для себя так нахожу выход этих плохих эмоций, потому что потом вот эти две минуты ты посидел в самом себе, перенастроился, идешь к следующему столу, и вот что сказал мой коллега, действительно получаешь удовольствие от работы со следующим прекрасным столом, потому что тебе там улыбнулись, ты им улыбнулся, пошел этот контакт, какие-то шутки, комплименты, и это все возвращает тебя обратно в это русло, и ты забываешь практически сразу, что была такая ситуация, и да, там, ну, не знаю, можно сказать, через себя переступить, но это очень легко делается. Но приходит это только с опытом. Кто молодые ребята, они ломаются, девочки плачут. Да, все мы это проходили. Да, да, поэтому нужно обрастать таким профессиональным панцирем, если можно это так назвать. Послушаем еще на мнение. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, в первую очередь, наверное, хотел бы сочувствовать ребятам. Они работают в совершенно ужасных местах, только дневные, придирчивые, занудливые, вредничьи клиенты. Это, в общем-то, предполагая, что идете работать в сфере обслуживания, наверное, не клиент должен вас обслужить, что вы должны обслужить клиентам. Но у меня другой вопрос. Скажите, пожалуйста, а как поступать к клиенту? Еще раз плохо слышно вас, можете повторить, пожалуйста, вопрос. Как поступать к клиенту? Я редко хожу по ресторанам, но вот иногда бывает, я прибежал в ресторан, у меня есть там полчаса времени, и я забежал перекусить. Ну, официант меня не видит. Вот потом он принимает затасы где-то, ходит по залу, потом я уже поел, хочу рассчитаться, полчаса сижу ему в семафорию, он в упор не обращает внимания. Скажите, а как клиенту поступать? Звать менеджера? Звать менеджера, потому что вот на прошлом эфире, когда мы обсуждали... А как звать? Простите, а как звать? Кричать громко на весь ресторан? Нет. Не воспоминайте. Нет, 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 не кричать. Скорее всего, он находится на месте. Да, официант меня не видит, и мне не к кому обратить. А если он один, вы имеете в виду в зале? Абсолютно. Даже если несколько официантов, и все пролетают мимо меня, никто не хочет брать меня в зале. Причем я замечу, что я не очень вредничий клиент, но очень часто попадаю именно на эти ситуации. Это один вопрос. И второй вопрос. Скажите, как поступать к клиенту? Я вообще привык за хорошее обслуживание оставлять чьи выслуживания. Но иногда бывает так, я уже не говорю в данном случае о плохом обслуживании. Иногда бывает так, что официант приносит счет, где стоимость моего заказа и внизу написано 10% за обслуживание. Как к этому относиться? Чьи вы уже уплачены, или все-таки они остаются под вопросом? Спасибо большое. Сейчас мы ответим по порядку на все ваши вопросы. Во-первых, я хотела бы посоветовать нашему радиослушателю пересмотреть эфир, который был неделю назад. Вы можете посмотреть либо в Ютубе, либо в Фейсбуке на странице «Открытая кухня». Как раз чаевым был посвящен эфир. Если уже в чеке написано, что 10% включены, значит, дополнительно вам их оставлять не надо. Но я, например, против такой системы, что считаю, что гость должен сам решать, ресторан не должен заниматься самостоятельным присуждением этих 10%. Касаемость ситуации в зале. Я это сама очень не люблю, когда зашоренные официанты, которые никого не видят, не слышат, делают вид, что они не видят, как гость на него уже в упор смотрит. Что бы вы ответили нашему радиослушателю? Что делать? Ну, таких ситуаций, они происходят в моей работе мало. Это случается тогда, когда или человек недостаточно опытен, он перезагружен, или очень мало персонала на данный момент находится в ресторане. Тогда особенно складываются эти ситуации, когда просто нет времени. Мне лично, вот я бываю в таких ситуациях, когда сам бываю в ресторане, я поднимаюсь, и я знаю человека, который всегда есть на месте. Есть бармен. Да, 100%. И бармен очень часто работает с кассой. То есть или расплатиться можно у него, или просто подойти к бармену, если уже накипело, и сказать, позовите, пожалуйста, менеджера. Я понимаю вашу ситуацию, что вот вы сейчас сидите, и вы не знаете, что делать. Знаете, есть человек, который постоянно на своем рабочем месте, в принципе, стоит. Это бармен. Подходите за бар и разговариваете уже с ним. Сергей, а ваш? Ну, мне, во-первых, очень жаль, что у человека сложилось такое мнение, что настолько все плохо. Нет, не просто бывают эти случаи нехорошие в нашей профессии, но очень много чего хорошего. Я думаю, надо как-то будет просто сделать передачу как раз в противоположной части забавных и хороших моментов, когда что-то происходило хорошее. А так, я могу сказать, за свою работу. То есть бывают моменты, что ты не можешь уделить должное время гостям. Это обычно происходит пятницу, субботу. Когда ты действительно, как это сейчас, ужасно не прозвучит, можешь забыть про стол. Потому что только... Ну, есть стол, который тебя каждый раз, проходя мимо него, тебя дергают, и ты просто физически не можешь добраться до того стола. Да, это есть такое. Но в таких ситуациях, вышеупомянутым я скажу, да, это бармен почти всегда на месте. Плюс и такие работники, это уже заслуга руководителей ресторана, администраторов, менеджеров. То есть это работа с персоналом. Давайте будем честны, не везде в Латвии она настолько хорошо проводится. Почти не проводится. Да. И есть таких мест много. Ну, просто, видимо, человеку не везет. Есть, не знаю, как это назвать, вот людей, вот вроде бы они прекрасные люди, вот они притягивают к себе такие моменты. Я не знаю, как это объяснить, но я сталкивался с этой работой. У меня есть, во всем определенный стол, с которым у меня всегда все не так. Все я что-то не то принес, не то забыл, не то сделал. И вот все время, как бы я ни старался, я себе уже записываю на лист А4 их заказ, что от буквы А до буквы Я, но все равно все не так. И ты ничего не сделаешь. Вот это какая-то химия между... Да, карма, химия. Притом люди прекрасные, очень-очень классная семья, но вот всегда с ними все не так. Вот я не могу это объяснить. Да, жалко. Ну, я, кстати, присоединюсь с удовольствием к словам Сергея, что мы сегодня просто выжимку обсуждаем. У нас тема сегодня конфликтной ситуации, конечно, позитивного здесь может быть мам, что тема-то сама такая, да? Ну, а сделать эфир 100%, надо будет про вот хорошие моменты в этой профессии, что нас радует, вдохновляет. Вот. Ну, и касаемо отсутствия человека в зале, что он вас не видит, ну, я бы тоже, да, посоветовала все-таки обратиться к руководителю, потому что, ну, это его ответственность. Если он поставил в пятницу вечером двух официантов на 70 посадочных мест, это его проблема, да? И либо набирает тогда официантов, которые, там, я не знаю, какие-то всемогущие осьминоги, которые успевают по 8 столов принимать. Ну, правда же? Вот. Но вообще не стесняйтесь подходить, говорить, потому что вы платите за это деньги. Особенно, если еще вот при этом всем отношения 10% включены. Ну, это вообще абсурд. Есть еще один момент добавить в эту. Есть, наверное, такое мнимое чувство, когда вы заходите в ресторан, и кажется, что нам нечего делать. А перед вами буквально за 5 минут могло прийти по 4 человека, 5 столов, и просто вы попали в один момент. И со стороны кажется, что у меня нет работы, и я ничего не делала. Да. А у меня на самом деле такой объем работы, который мне нужно сделать, и поэтому будет немножко меньше, может быть, внимания, или я как бы не смогу сразу принять заказ. Я стараюсь сделать по мере поступления проблем. Но это действительно так. Со стороны выглядит, что зал пустой, а на самом деле у нас работы очень много. Ну да. Ну да. У нас, кстати, есть провокационный вопрос в WhatsApp от нашей радиослушательницы. Добрый вечер. Возможно, вы видели видео, где клиенту, который, мягко говоря, перешел все границы, официант выливает на голову напиток, и этому аплодируют даже другие гости. Ваше мнение о такой ситуации? Заранее, сори за провокационный вопрос. Что скажете? Ну, по мне, это немножко непрофессионально. Немножко. Ну так, чуть-чуть. Ну, пару раз в жизни были на грани такие ситуации. Ну, назовем это на грани драки, потому что все же я мужчина, и это было с мужчинами. Но, слава богу, всегда это заканчивалось. Мы находили здравый смысл и обсуждали этот момент. Потому что очень часто, не то что мы провоцируем, но гости начинают нас толкать. То есть, я не могу на работе себе позволить какой-то рукой прикладывали, что-то подобное. Это ужасно. Это было бы неправильно и непрофессионально. Но гости порой сами вынуждают, чтобы мы вели себя так, и тогда приходится переходить на их язык. Мы можем очень грубо так же разговаривать, но если человек только так понимает, и он сам просит такого с собой разговора, ну, да, бывают такие случаи, но вот вливать, нет. Мне тоже кажется, это вообще лишнее, переходить на какой-то такой вот а-ля животный уже уровень, обливаться, кидаться. Ну, то есть, это уже... Ну, окей, для видео это, конечно, может быть и весело, и феерично было, но в целом не вижу ничего хорошего. Вы знаете, было похожее видео тоже, когда официанты выносили праздничный торт девушкам, которая очень много возмущалась, и в конце концов этот торт полетел ей в лицо. Я считаю, что в данном случае сам официант занимает позицию, он решает, как человеку нужно вести, а как ему не нужно вести в данной ситуации, с чего он решил, что это бескультурное отношение, да, и что он может в праве, в принципе, испортить человеку макияж, испортить одежду. Я подозреваю, что это где-то личные вещи были затронуты этого официанта, но официант, когда на работе, он же там мало личного. Ты все-таки являешься представителем компании, представителем ресторана. Опять-таки, вариант, как сместить этот фокус человека, если он на тебе. Если он с тобой именно конфликтует, то просто меня, человека, звать менеджера, уже пускай он там разбирается. Потому что тем самым, таким поступком, с одной стороны, это феерично, это смешно, люди поаплодировали, но если мы так подумаем, что каждый человек будет понимать, что приходя в это место, их могут облить напитком или прилетит им торт в лицо, то уже ни о каком сервисе речи не может идти. Там можно уже не выходить из дома. Хорошо, у нас сегодня, как всегда, очень мало времени, столько еще не успели всего обсудить, и конфликты с кухней, и фейковые отзывы, которые у нас были по планам. Давайте тогда какой-то финал сделаем. Вот, может быть, можете сами между собой решить, кто пожелает что-то гостям, а кто пожелает своим коллегам. Ну, я, наверное, бы коллегам пожелал. Хорошо. Я бы, наверное, гостям. Да, да, хорошо. Ну, Сергей, давайте, что бы вы гостям пожелали? Ну, я пожелал бы в первую очередь всегда быть с улыбкой, приходить уже в хорошем настроении, потому что практика показывает, у людей, которые пришли в хорошем настроении, у них даже, несмотря на наши недочеты, которых не должно быть, но они случаются, у них все хорошо. Ну, не тот заказ, да ничего страшного там. И люди уходят довольны. То есть, уже придя в таком настроении, люди получают намного больше, потому что, когда я вижу людей с улыбкой, мне хочется для них сделать все, чтобы они ушли еще с большей улыбкой от меня. Супер. Поэтому вот эта позитивная искра, она сделает намного больше. Всегда же хорошее приносит хорошее. Да, спасибо, Сергей. Да, Вячеслав. А для коллег мне бы хотелось бы рассказать о том, что если даже создалась конфликтная ситуация или существует реальная претензия, то не отмахивайтесь от нее, как бы защищаясь, не выбирайте позицию защиты. Она еще больше раздражает клиентов, гостей. Пытайтесь погрузиться в суть. Что человек пытается вам сказать, что он пытается решить, побудьте с ним в этом. Он же поэтому и привлекает ваше внимание. Что очень часто видно, что я не виноват, виноват бармен и все. Ну, и тогда получается, что мы оставляем этого гостя, мы оставляем клиента с его недовольством. Ну, погрузитесь, побудьте с ним в этом. Ничего страшного не случится. Вы пройдете через это вместе с клиентом, через этот конфликт, и окажетесь его лучшим другом в итоге. Волшебно. Ребята, спасибо вам огромное. Я пожелаю вам, чтобы вы, несмотря на такое же огромное количество лет в этой профессии, не теряли искру, не теряли желание развиваться, расти, радовать своих гостей, потому что я знаю, как вы работаете не понаслышке. И желаю вам это просто только усовершенствовать, чтобы дальше все было именно в позитивном, да, не так, как гость сказал, что вот вас тут обижают, на вас вам грубят и так далее. Вот. Спасибо вам большое. Наша студия была Сергея Михайловенко, Михайловенко, прошу прощения, вот, и Вячеслав Крегерс, Родион Золотарев, звукорежиссер. Ну, а мы встретимся в следующий понедельник в «Открытая кухня». Спасибо. Спасибо. Всего доброго.